Накануне исполнилось ровно 70 лет со дня юбилейного исторического парада Победы на Красной площади. В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве, в Святейший Патриарх Московский, в Сеярусе Кирилл, встретился с участниками парадов 7 ноября 1941, 24 июня 1945 и 9 мая 2015 годов. Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и военной службы, сегодняшние защитники Отечества, дети, внуки и правнуки победителей. Они собрались в главном храме страны в день, когда победным маршем по Красной площади 70 лет назад прошли герои самой кровопролитной войны в истории человечества. Торжественное собрание началось с показа документального фильма, посвященного парадам на Красной площади 1941, 1945 и 2015 годов. Великой Отечественной войны После исполнения гимна страны, начальник отдела Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации, заслуженный работник культуры России Ольга Тихомирова, представила участникам встречи боевые штандарты. 70 лет назад закончилась Великая Отечественная война, и боевые знамена нашей армии, опаленные пороховым дымом, пробитые осколками и пулями, залитые кровью наших солдат, и Знамя Победы были переданы в Центральный музей Вооруженных сил Российской Федерации на вечное хранение. Председатель Московского городского совета ветеранов Владимир Долгих рассказал об учреждении ветеранским сообществом памятного знака 70 лет Великой Победы. По поручению фронтовиков Владимир Иванович вручил этот знак Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за первосвятительский труд по духовному укреплению России. Затем предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с первосвятительским словом. Мы сегодня вспоминаем торжественное событие, венчавшее Великую Отечественную войну. Но мы вспоминаем сегодня все. И первые тяжелые дни войны, и месяцы, и отступления, и жертвы, и героизм, который в глазах многих, может быть, сегодня граничит с безумием. Но тот самый героизм, благодаря которому мы сегодня и празднуем 70-летие Парада Победы на Красной площади. Я желаю всем вам, мои дорогие, и ветеранам, и среднему, и молодому поколению силы духа, духовного и физического здоровья, любви к Родине, чтобы всегда мы, как народ, имели способность и возможность побеждать любого врага и одерживать по милости Божией Победы. С праздником поздравляю вас! После слов приветствия, святейший владыка передал участникам встречи иконы святого великомученика Георгия Победоносца. Праздник продолжился выступлением дважды краснознаменного академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александра Александрова.